Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Душевной Истории Жизни. Желаем вам приятного прослушивания. Я стала учителем вовсе не потому, что к этому стремилась. Просто для выпускников филфака вариантов не так уж и много. Можно, конечно, устроиться пиар-менеджером, журналистом на телевидении, или корреспондентом в газету, или работать в рекламе. За всё это, как говорят, хорошо платят. Но попробуй, найди такое место. Короче говоря, я пошла по пути наименьшего сопротивления. Устроилась учительницей литературы в обыкновенную школу. В мечтах представляла себя кем-то вроде Ирины Печерниковой в фильме «Доживём до понедельника». Красивая, молодая, модно одетая, стильно постриженная, любимая учениками. А на деле оказалась почти как в сериале «Школа». Ну вы слышали о таком. Ну может немного получше. Заходила в класс, сама себе говорила «Здравствуйте, садитесь». И начинала шпарить лекции университетского корифея профессора Новикова. В своё время мы слушали его, открыв рты и включив диктофоны. Ничего интереснее, чем его лекции по русской литературе 19 века, мне слышать не приходилось. Но мои девятиклассники думали иначе, если вообще думали. Они спокойно занимались своими делами. Девчонки шушукались и листали журналы. А мальчишки слушали музыку в своих мобильниках, подёргиваясь в такт. Сначала я попыталась их приструнить. «Гуляев, дай дневник». «Я его дома забыл». «Решетникова, к доске». «Ой, Инна Егоровна, у меня голова болела, я стих не выучила». Пугала, что они не пройдут итоговую аттестацию и вылетят из школы. «Да что вы волнуетесь?» – беспечно отвечали ученики. «Литру уже никто не сдаёт, только русский». На угрозу двоек и вызова родителей мои спиногрызы никак не реагировали. Однажды я рассверепела и поставила сразу двадцать двоек. «Вы что, с ума сошли?» – завопила Завуч, увидев классный журнал со столбиком двоек. «Вы мне всю успеваемость посадите». «Но они же вообще ничего не делают», – жаловалась я. «Ищите подход», – отрезала Завуч. «Здесь вам не царский сельский лицей, а средняя школа, суровая проза жизни». Были у меня и свои скромные радости. Сердобольный очкарик Стас Петров покорно выходил к доске и что-то плёл про лирику Пушкина. «По-моему, делал он это исключительно из жалости ко мне», – за что я ему щедрой рукой ставила четвёрки. Две отличницы всегда были готовы к урокам, но знаниями не блистали. Отвечали по учебнику заученными фразами. «Я продолжал читать шикарные лекции Новикова, а класс жил своей жизнью». «Илонка, смотри, какое платье! Вообще клёво!» «Герыч, отдай мобилу!» «Еду в Магадан!» «Та-да-да-да, в Магадан!» В отчаянии я звонил и бывшим однокурсникам, которые тоже пошли по скользкой стезе школьных учителей. Те, кто попал в престижные спецшколы, слушали меня с поверхностным сочувствием счастливчиков. Остальные жаловались на свои трудности. «У нас вообще в школе учителя физики ученики избили, якобы он к девочкам приставал. Наши вон на уроках матерятся, а на переменах курят и даже пьют. Получалось, что мой вариант далеко не худший. Не слушают, вот беда. Можно продолжать бубнить свои лекции, а в конце четверти выставить тройки и не париться. Так я и сделала. И в первой четверти, и в полугодии. Моя самооценка стремительно катилась к нулю. Вечерами я шарила по сайтам в поисках вакансий и плакала с родителям на свою горькую долю. «Да брось ты эту школу! Мы тебя что, не прокормим?» Говорил папа. «Не сбивай девочку с толку! Человек должен работать!» Сердилась мама. «Инночка. Ну найди ты с ними общий язык!» Легко сказать. Хоть у меня и разница с учениками каких-то 10 лет, но между нами интеллектуальная пропасть, которую ни за что не перепрыгнуть. Разве что Евгения Онегина на рэп переложить. Тема урока была «Онегин как социальный тип». Я смотрела в окно и пересказывала комментарии Лотмана. Отличницы оловянными глазами смотрели мне в рот. Глаз гудел, как улей. «А теперь, ребята, подумаем, кто он, этот Евгений?» С тоскливой обреченностью предложила я. «Да, кто он, Инна Егоровна?» Вдруг оживился прогульщик и двоечник Вася Брагин, любимец девочек и неформальный лидер мальчиков. В классе наступила непривычная тишина. Спиногрызы ожидали моего позорного провала, и я ответила. «Как тебе сказать, Брагин, чтобы понятнее было?» Приняла я вызов. Он был питерский метросексуал. Тусовался по клубам, домой возвращался под утро, когда трудолюбивый народ шел на работу. Когда ему наскучило в Питере, Евгений двинул в деревню, где в него влюбилась девушка Таня. А он, шутки ради, приударил за ее сестрой. «Да ладно, реально?» Оживились ученики. «Че, там прям так и написано?» «Дети, у кого есть с собой текст поэмы?» Спросила я. Томик Пушкина нашелся у сердобольного Петрова. «Читай, Стас!» Продолжила я. «Давай, с самого начала!» Эффект был сногсшибательным. Петров, запинаясь, читал бессмертные строки. Класс внимал, а я изредка прерывала его, чтобы перевести текст на доступный им язык. «Видите, молодой Евгений скучал у постели больного дядюшки». «Ага, за наследство старался», – подсказали мне. «Именно!» Потом вернулся в круг друзей, с которыми бражничал, то есть пел и гулял. Ходил в театр, всегда опаздывая и пробираясь на свое место по ногам зрителей. «Как-то шмарик в кино!» – заржали парни. «Вы чё, эй, замолкли все!» – вскинулся обиженный Марк Буряк. «Стас, жми дальше!» Петров читал. А я любовалась тем, как три десятка лоботрясов радостно выискивают параллели с современными реалиями. Получалось, что Онегин жил типа на Рублевке, потом дружил с крутым сочинителем шансона Ленским, далее в том же духе. В конце урока мои питомцы буквально бились за то, кому учить сцену дуэли, кому сон Татьяны, а кому эпизод дня рождения Ольги. Каждый обещал к следующему уроку не только прочесть отрывок наизусть, но еще и придумать, какие актеры могли бы сыграть главных героев в современной экранизации. На моих изумленных глазах Евгений Онегин превращался в молодежный хит. «Коллеги смотрели на меня, как на заморское чудо, и наперебой делились своими впечатлениями». «Инночка, как тебе это удалось? У девятого Б по литературе только четверки и пятерки. Они уже и спектакль ставят по герою нашему времени». Лермонтов в современных костюмах в сопровождении группы Рамштайн. «Сомнительно, но интересно». «Нет, в этом что-то определенное есть, ведь они заинтересовались классикой. Невероятно». «Я слушала учителей и ухмылялась про себя. Да, мне удалось увлечь Пушкиным и Лермонтовым девятиклассников, повернутых на голливудских боевиках и компьютерных играх. Ура!» «Но если бы мои коллеги знали, что это произошло чисто случайно, дурацкая шутка, которая неожиданно попала в цель. Да, с точки зрения изучения школьной программы мой метод сомнителен. И все же я ощущала себя Макаренко, Сухомлинским и Монте-Сори в одном лице. А может мне диссертацию написать? Почему бы и нет? Типа «Русская литература как педагогика сотрудничества». А пока я прикидываю, как преподать десятиклассникам войну и мир. Может оттолкнуться от идеи «косить или не косить от армии», а девочкам подробно рассказать о модных тенденциях первой четверти девятнадцатого века. Как бы там ни было, из школы я точно не уйду. Всем спасибо за внимание. Если понравился рассказ, палец вверх и подписывайтесь. До новых встреч!